Настольный теннис 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 сразу и насколько это ответственно для спортсмена? Конечно согласился сразу, поскольку это как минимум плюс четыре тура, плюс четыре соревнования в году первое. Второй момент, почему еще согласился, поскольку это играть с игроками, рейтинг которых ближе где-то от пятидесятой ракетки до сотой ракетки, то есть для своего повышения мастерства там играл, соглашался играть. Сейчас команда играет в суперлиге, мы идем на первом месте, какие шансы на повысить свой рейтинг, давай так это скажем? Ну шансы у нас хорошие, как сказать, мы уже почти практически одной ногой уже премьер-лиги, у нас четвертый тур в Казани состоится 21-24 апреля, где у нас будет там шесть матчей и нам надо победить минимум в трех. То есть мы идем с хорошим отрывом, да, с запасом. И это будет гарантированно первое место? Да, гарантированно первое место. И что нам дает первое место? Первое место дает то, что мы попадем в премьер-лигу, где играют все сильнейшие игроки России и Европы и даже мира. То есть премьер-лига это олимп настольного тенниса? Да. Ну давайте так порассуждаем, да, хоть загадывать это дело такое, но все же два варианта. Мы занимаем первое место, попадаем в премьер-лигу. Как изменится состав и что будет с командой? То есть насколько она преобразится? Ну, все будет, во-первых, зависеть еще от финансов. Если мы играем в премьер-лиге, все знают, это во всех видах спорта, если ты попадаешь в высший уровень, здесь играет тоже большой уровень финансирования, потому что другие игроки, другие зарплаты, другие цели как бы. У нас есть где взять это финансирование? Финансирования пока нет, поэтому, ну, может поменяется на процентов 50 состав и мы будем участвовать. То есть есть уже наработки опять связанные с Краснодаром, где играют наши молодежь. Может будем привлекать их. Илья, для тебя как для игрока выход в премьер-лигу это важно, это ответственно, или все же лучше год еще потренироваться в Суберлиге? Так, для меня, во-первых, как для игрока и как для игрока, который ведет свой ютуб-канал, мне, конечно же, важно, поскольку это... Мини-реклама, пожалуйста. Поскольку это, во-первых, можно вести оттуда репортажи, это можно беседовать с игроками, которые уже Степан Свилич сказал, что являются лидерами в мировом настольном теннисе. Как для игрока тоже важно, поскольку там уже игроки от 1400 до 1700 рейтинга. А если посмотреть статистику моих игр, то с такими игроками я таким игрокам не проигрываю. То есть я две встречи выиграл, две выиграл. Хорошая статистика. Да. Поэтому для меня, как для игрока, это важно. Давай пару слов тогда уж про ютуб-канал. Сейчас он... На какой стадии развития и что мы там можем увидеть? Так, на моем ютуб-канале можно будет увидеть, во-первых, тренировочные процессы игроков клуба настольного тенниса Алтай. Далее обзоры на спортивный инвентарь для настольного тенниса. И влоги с туров Суперлиги были, надеюсь, в следующем, в Премьер-лиге. Ну, дай бог. И второй вариант развития, да, не дай бог, конечно, не буду там никаких прогнозов, Алтай не попадает в Премьер-лигу, остаются в Супер-лиге. На следующий сезон мы так же будем нагулять эту команду, или... Мы очень расстроимся, если мы не попадем, да. Это как для нему? Да. Прямо это будет сильное расстройство. Но, ясное дело, будем, не дай бог, конечно, если такое случится, будем продолжать играть и опять стараться выходить в Премьер-лигу. Но, когда дается шанс, его надо брать. Хватать. Да. Кто у нас самый главный на сегодняшний день для нас соперник? Ну, такой, может быть, даже есть принципиальный. Самое главное уже мы с ними отыграли. Это Майкоп, да? Да. Мы играли в Барнауле, третий тур. Мы их обыграли. Ну, а на четвертом туре это будет две казахские команды. Это одна с Караганды, вторая с Алматы, с Астаны. С Астаны. Карагандинцы мы проиграли на втором туре, да. И хотим взять реванш. То есть легкий стимул есть. Да. После второго тура у нас разница была в одно очко с Карагандой. Но мы на третьем туре проиграли всего одну игру, Краснодару. А они умудрились четыре проигрыша, по-моему, у Украины. И поэтому отрыв у нас сейчас хороший. Судьба. Судьба такая. Да. Илья, расскажи главное отличие алтайского тенниса от других регионов. То есть есть же все равно различия, когда ты играешь с соперниками из других регионов. Есть разница. Разница заключается в следующем. Не в алтайский теннис берем, а в среднем сибирский теннис берем. В связи с тем, что в центральной части России, ну и вообще в общей части России, из-за того, что тренировочный объем он больше, следовательно, тот настольный теннис, он больше связан, завязан именно на розыгрыш. То есть там длинные розыгрыши, но нет никакого усложнения игры. То есть просто держать на столе. В Сибири немного по-другому. Объема меньше, соответственно, мячик держим мы меньше, ноги двигаются у нас слабее. Соответственно, нужно как-то выигрывать. А выиграть как можем? Только осложнять игру. Осложнение. Сложнее у нас в Сибири подачи и сложнее сами топспины. Плотнее летят. Сильно. Ну и рискованнее играем. Да, и получается стиль игры больше похож на азиатский, на китайский стиль. Наши главные соперники тоже, да, на мировом. Смотрим на лидеров. Давайте немножко подытожим тему про мужскую команду. Четвертый тур. Где, когда и можно ли где-то смотреть за играми? Потому что это решающие будут игры. 21-24 апреля. Город Казань. Смотреть можно на сайте Федерации настольного тенниса, да, и клубного чемпионата Федерации настольного тенниса. То есть все показывает. То есть в этом туре уже и решится, да, где мы окажемся. 24-го будет ясно. Или можно в Казань поехать. Можно, да, в Казань. А если все будет хорошо, можем 23-го все решится. Если три победы будет подряд. То есть даже так. Да. Перейдем к девушкам. У нас еще в регионе есть сборная женской команды. Как у девочек обстоят дела? Девочки играют в высшей лиге А. Сейчас они идут. У них 18 команд. Намного больше, чем у нас. После третьего тура они идут на третьем месте. Но небольшой отрыв между первым, вторым и третьим. Но сразу скажу, что в Суперлигу попадают первые две команды. И у них тоже будет это решаться все в четвертом туре. Они будут играть в Ленинградской области. Город Северский. И все тоже решится в четвертом туре. Там тоже все из Золдайского края? Или так же? Нет, двое наших играют. И одна с Москвы. Девушка. Но раньше представляли на Читу. А с появлением команды мастеров развитие тенниса стало к нему больше внимания? Здесь давай, наверное, Илья ответь. Потому что Илья и тренер по совместительству. Скажи, больше ли стало внимания от детей к настольному теннису? Внимания стало больше. Это связано, во-первых, с командой мастеров. Во-вторых, в связи с тем, что я постоянно в любительской среде тусуюсь. И от них тоже слышу, что и турниров любительских стало больше, что больше поток самих любителей. Соответственно, если любители приходят, поддерживают этот настольный теннис, они детей своих тоже привлекают. Соответственно, и детей стало тоже больше. Я знаю, что у нас есть чемпионат Алдайского края, где 10 лиг. 9-10 – это детская. Вот возможно, с 8 лиги своим любительским опытом натренировать на первую лигу и, может быть, попасть? Как показывает опыт, то есть в первой и во второй лиге многие, те, кто начинали, допустим, заниматься с 40, с 35 лет. Поэтому могут. То есть есть шанс. Да. Можно побороться. Степ, у нас в Алтайском крае, Алтайский край впервые в России, да, запустят вечернюю лигу по настольному теннису. Что это за проект и кто в нем может участвовать? Ну, мы уже, как сказать, провели первый раз. Пока участвовал не так уж много народу, но мы хотим провести его в мае опять, когда у нас будет всероссийский турнир, мастерский. Проект – это Федерация настольного тенниса России наподобие ночной хоккейной лиги. Хочет также проводить настольный теннис, да. И пока, как такового положения, кто там должен участвовать и как это будет, его нету. Мы сами сделали положение. Мы хотим, как уже сказали, чтобы была именно массовость, и в нем участвовали любители, а не профессионалы, те, которые в детской спортивной школе занимались, да, у кого есть разряды. Все поставлено, чтобы, можно так сказать, с улицы люди приходили и играли в этих соревнованиях, да. И как планируется, финал должен быть в декабре в Сочи. И первое место, насколько я уже знаю, это будет, чья команда победит, тому региону будет подарен или как грант на построение зала настольного тенниса. А второе место, это будут площадки под настольный теннис, это покрытие, теннисные столы, то есть тоже дорогое оборудование. Поэтому будем участвовать. Мы начали первыми, проводим, пока делаем отбор между своими спортсменами, спортсменами, участниками, да, чтобы уже заранее знать, когда только выйдет официальное положение, мы уже могли корректировать состав, да. Явно зрители наши посмотрят наше интервью и захотят заняться настольным теннисом. Или расскажи, что нужно для того, чтобы, ну, тезисно и кратко, что нужно для того, чтобы прийти на тренировку и что с тобой вообще нужно взять? Так, если речь идет именно про детей, то необходимо, во-первых, смену на обувь, спортивная одежда, инвентарь, выдаем на месте, вот. Если взрослые, то то же самое, но желательно со своим инвентарем. И справочку, что здоров, и может заниматься настольным теннисом. Но это важно. На это наше время к большому сожалению подходит к концу. Ведите здоровый образ жизни и занимайтесь спортом.